Какие интересы философской ситуации? Для того, чтобы можно было потом это использовать в будущем. Может быть, это к чему-то приведет, может быть, это даст возможность что-то понять. И вообще говоря, надо, скажу в общих словах, еще некие общие слова, что мы вообще семинарием не только для того, чтобы покрасоваться перед камерой, хотя, конечно, присутствует и этот момент. Нельзя это не понимать о том, что наш мир – это мир визуальный, и мы пытаемся себя в этом мире как-то позиционировать. Мы это делаем в том числе и для того, чтобы научиться говорить. То есть наш мир – это, опять же, речевой мир, что в философии всегда было некой речевой деятельностью. Можно вспомнить Сократа, можно вспомнить Аммония Саркаса. Сократ – это основатель, если можно так выразиться, платонизма. Аммония Саркас – это основатель неоплатонизма. И вообще, в философии всегда было именно речевой практики. И для того, чтобы научиться этой речевой практике, нужно ее практиковать. Другого способа научиться философствовать устно – нет, кроме как просто это делать. И осуществлять это в каких-то речевых акциях. И наш семинар имбинт посвящен тому, чтобы это уметь делать и стараться это делать все лучше и лучше. Это некое видение, объяснение того, почему мы пытаемся теперь делать в один день несколько семинаров. Для того, чтобы каждый человек, кто хочет выступить, высказал некое мнение, текущее положение его философствования, чтобы это можно было потом впустить в общий контекст нашего философствования совместно. Поэтому мы даем теперь слово любому, кто хочет высказаться. У нас есть некий лимит, как бы это 40-час, и потом обсуждение этого. Вот сейчас тот вопрос, который меня интересует, и который на сайте представлен, и который я просто хочу вынести на обсуждение семинара, состоит в том, что такое философия и какими вопросами она должна заниматься. Я уже на предыдущем семинаре, посвященном основному вопросу философии, ставил эту же проблему и обсуждал, почему философия не делится на идеализм и материализм, и почему постановка этого вопроса Энгельсона не является аккуратной, адекватной самому предметом. Теперь я с неких общих позиций хочу взглянуть на эту постановку вопроса о генезисе, с одной стороны, и как бы о рассмотрении сущности. Действительно. Вот есть два подхода к любому сущему или к любому феномену. Один подход состоит в том, что можно это нечто, это феномен, допустим, феномен философии, или феномен взаимоотношения сознания и мира, или любое сущие, ну, любой феномен, рассматривать со стороны иного. То есть иное, иное этого сущего или этого феномена определяет, благодаря контексту, сущие или феномены. Это первая постановка вопроса. И вторая постановка вопроса состоящая в том, что само нечто, сам феномен или сущие, можно рассматривать исходя из него самого. Первый разговор, есть разговор о генезисе. Я сейчас буду объяснять, почему это так. И второй разговор, есть разговор о сущности. Что такое генезис, что вкладываю я в это слово? Потому что в каком-то отношении эти две позиции, генетическое рассмотрение, то есть рассмотрение со стороны иного, и рассмотрение, и, можно сказать, статическое положение, рассмотрение вопроса со стороны сущности, они как бы взаимно друг к другу дополняют. Но я хочу показать, почему вопрос о генезисе является в некотором смысле неадекватным, когда его применяет холософия. Вот, собственно, в этом состоит посылка моего документа. Прежде всего, обратите внимание на то, что такое понимание и объяснение. Казалось бы, это такая простая вещь, и мы все это понимаем интуитивно, да, и укладываем, но если вдуматься, если проанализировать, что такое объяснение, то сразу можно сформулировать это по такой простой формулировке, что объяснить, это значит, свести нечто неизвестное, чему-то, что известно. Свести нечто непонятное, чему-то, что понятно. Вопрос становится о том, что же такое понятное, что же оно такое известно. И вот, если мы берем и рассматриваем древнего человека, что ему наиболее близко, что ему наиболее понятно. Интуитивно можно, ну, как я это вижу, этот вопрос, интуитивно наиболее понятно и наиболее известно ему это то, что представляет собой род, да, и то, что связано с некими родовыми отношениями, да, кто от кого произошел, кто является чьим сыном, дочерью, в каком отношении одни люди относятся к другим, люди, какие-то вот родовые связи, да. Недаром, на самом деле, раньше вот на Руси было очень разветвленные термины, которые касались именно родовых отношений, да. Теперь мы уже этого не помним. Кто там диверий, какое он отношение к нам имеет, или там кто там является залог, и так далее. В общем, раньше эта вот система, она была знакома любому человеку, и она была очень существенной, важной. Почему? Потому что вот эта вот родовая, родовая встроенность человека в социум, она являлась для него понятной и самой важной в жизни. Потому что сам отдельный человек древний. Способ выживания. Да, он для того, чтобы выжить, да, для того, чтобы выступить куда-то вовне, он должен был, он и мог только выступить, как представитель рода. Он вообще сам по себе, как единица, как индивиду, значения никакого не имел. Он имел значение только как представитель рода. Спрашивали, какого ты происхождения? Кто твой отец? Да? Из какого ты рода? Из какого ты народа? Из каких ты мест? То есть сам по себе, сам человек, вот как некая цельность, как сущность, он значения никакого не имел. Всегда имело значение некое иное, а именно род, который определял вот этого человека. То есть всякий человек определялся своим иным. Именно поэтому в древности всегда говорили о народе. И Бог был Богом народа. Потому что каждый отдельный человек, это был некий винтик, индивидуум, который как бы не являлся чем-то существенным. А существенным был только народ. И Бог общался только с народом. И связь была между Богом и народом. Например, если мы посчитаем Библию, там везде говорится то, что Господь обращается. Израиль, там ты сын мой. Именно Израиль как народ. Отдельный человек, как я еще раз говорю, он не имеет значения. И вот когда такой человек, который понимал, что его значение в этом мире есть никакого... Когда он понимал, что никакого другого значения в этом мире он не имеет как представитель рода, естественно, он понимал и остальную действительность, исходя из этого. Он рассматривал в этой действительности некие родовые отношения. То есть весь мир, весь космос, весь космогенез представлялся ему как некий огромный род, в котором, как он понимал, потому что мир был для него неким связанным в целом, есть родовые отношения, допустим, как соотносятся небо и земля. Уран, допустим, как в античной мифологии, это как бы... Вот он наверху, Уранос, это небо, да, земля, Гея, это внизу, да, вот как бы... И вот между ними есть некие любовные отношения. Эти любовные отношения, например, в виде дождя, там, или там, радуги, или других каких-то явлений, да, есть некое единство. Между ними есть некие взаимоотношения родовые, да, они, взаимовлияя друг на друга, производят все остальное в этом мире. Там, многообразные стихи, там, которые олицетворяли титаны, там, какие-то другие божества, там, речные, там, океанические, там, дриады, там, лесные существа и разные другие. То есть весь мир представлял собой такой огромный род. И все строилось на основе этого рода. Почему? Потому что понятным было, как я изначально выразился, именно род. Вот. И все, все, что непонятно, а именно непонятно, а в строении всего остального мира, оно сводилось к этим родовым отношениям. И с помощью них, как с помощью некого мирила, все понималось. Ну, как бы, я не буду рассказывать, я это хотел сделать, о том, как, допустим, на примере античной мифологии можно просто проследить, каким образом родовые отношения, которые складывались в народе, да, как они переносились на саму природу. Потому что есть общее правило, которое гласит, что то, что происходит на земле, да, вот те отношения, которые складываются на земле, они складываются и на небесах, да. И порядок небесных связей и отношений, этот же порядок становится также и земным, и наоборот. Земное и небесное – это две взаимоотражающие друг друга реальности. Почему, как бы, есть же простая идея, почему в античности, почему в Греции, там, или в Риме, и в римской мифологии, почему много богов? Не потому что они глупые, а потому что, если бог был богом народа, и если народы сталкивались друг с другом, да, и на основе этого столкновения возникала какая-то новая общность, да, какая-то более крупная народность, да, то, конечно же, бог народа никуда не мог деться. И эти божества разных народностей и народов, ну, или лучше говорить, общин, да, каких-то первобытных, да, они объединялись в некий общий пантеон, да. Таким образом, они, точно так же, как отдельные общины и народности сходились вместе, там, женились, там, и выходили замуж, там, как-то перекрещивались, точно так же на небесах боги, там, тоже как-то сходились, женились и перекрещивались. То есть, то, что происходило на земле, происходило и на небе. Почему? Потому что, еще раз говорю, что способ, каким древний человек понимал окружающую его действительность, состоял в том, что он переносил родовые отношения, которые он единственное не мог понять, которые для него были просто прозрачны и понятны. Он переносил, так сказать, и на мир. Теперь, как возникает философия? Это тоже любопытно. Философия как раз возникает как некое явление, которое противостоит вот этому родовому пониманию. То есть, в некотором возрасте есть философское понимание, а философия, когда я говорю философия, в древности это слово звучало как наука вообще. То есть, это сейчас мы различаем. Вот есть отдельная философия, там, какая-то, там, она непонятно чем занимается, а есть наука, вот, наука, типа, вот, она занимается правильными вещами. А раньше, как бы, все, что представляло собой науку, это была философия. Почему, вообще говоря, возник именно те или иные философии? Тут, как бы, иногда возникают некие ассоциации с тем, что это какая-то любовь, подобно, там, любви к женщине, да, там, я люблю, там, мудрость, поэтому, как бы, занимаюсь философией. На самом деле, разговор более простой. Необтое, что этот термин, ты этот, вёл Пифагор, согласно Пифагору, мудростью обладает только Боги. Да, человек это конечное существо какое-то, незначительное. И поэтому человеку, у человека остается на его доле только единственное, что любить эту мудрость, да, как бы, которой владеет Богом. Он не может претендовать на то, что он эту мудростью обладает. Да, что значит любить? Это значит к ней стремиться. Мы что-то любим, когда к чему-то стремимся. Мы мудростью не можем обладать, ей обладает только Боги, но мы можем к ней стремиться, да. И вот философия, буквально, в смысле пифагорийского понимания, это означает некое, как бы, стремление к этой мудрости, которая обладает Богом. Тут никакого понятия любви, в смысле того, что любви к женщине нет. Оно просто означает, что мы недостаточно. Мы не можем достигнуть той мудрости, которой обладает Бог. То есть это, наоборот, некое смирение перед тем, что представляет собой настоящую мудрость. Теперь, как возникает философия. Считается, что если брать европейскую философию, я не буду обсуждать другие начала философии. Считается, что философия начала с Фаллиса. Для того, чтобы понять, как мы от древнего представления, от родового понимания мира, от мира, понятого через генезис происхождения родословного, переходим к некому новому пониманию мира, а именно научному или философскому. Потому что философия в древности означает просто науку вообще. Для этого надо просто разобраться, например, как случился этот переход. Возьмем философию Фаллиса. Она ее может сформулировать в виде двух тензисов. Первый тензис говорит, что все есть вода, а второй тензис говорит, что все из воды в воду. Любопытно, что можно было бы эти тензисы отнести и истолковать так же мифологически, как через представление о некой родословном. Почему? Потому что, как пишет Гомер, что океан является прародителем всех богов. Все из океана произошло. О чем говорит Фаллис? Он говорит о том, что когда говорит, что все из воды будет. Он пытается действовать опять же в старых координатах, когда он пытается понять мир, исходя из некой родословной. Что вот, есть некая вода, из которой все произошло. Но вот второй тензис, что все есть вода, да, хотя этот тензис у Фаллиса звучит немножко по-другому, но вот это некое истолкование того, что он сказал на самом деле. Она как раз наводит на мысль, что тут что-то другое. Смотрите, попытка понять мир, исходя из него же. О чем говорит Генезис? Есть одно, оно порождает другое. Допустим, Уран родил Кроноса, Кроноса скопил Урана, сам родил Зевса, Зевса скопил Урана и так далее. Некое бесконечное движение, бесконечная отсрочка. Мы спрашиваем, в чем состоит смысл? В чем состоит смысл небес? С небеса рождают Кроноса. Кроноса – это некая ассоциация с временем. А что такое Кронос? Что такое Кронос? Кронос рождают. Как объяснить? Он же создает Зевса. А что такое же Зевс? Что такое Зевс? Каждый раз, всякий раз, когда мы пытаемся отрефлектировать смысл, мы всякий раз просто находимся в этой отсрочке. Каждый раз нам показывают нечто иное. Говорят, а вот это вот иное. Пойми через него. А что это иное? А что это такое иное? Хорошо, я согласен, буду понимать через него. А нам говорят еще некое иное, да? Которое порождено предыдущим. И так далее. И некая вот эта отсрочка бесконечная. Мы в нее как бы увязаем и все. С точки зрения родового понимания мира, здесь нет никакой проблемы. Заметьте. Почему? Потому что меня родила мать. Я, возможно, у меня тоже будут дети. Мои дети, соответственно, у моих детей будут свои дети. И это некое бесконечное движение. Да, здесь вот эта вот бесконечность родовая, она не является возражением. Поэтому, когда с точки зрения родового понимания мира предлагают просто войти в это движение и говорят, что тут нечего понимать. Тут надо двигаться. Да, вот один рождает другое, один рождает другое, который рождает третье. Тут надо просто двигаться. То мы-то сейчас понимаем, что в этом нет никакого объяснения. Но тем не менее, с точки зрения родового, это было вполне допустимо. Это вполне что-то объясняло. Что говорит Фальст опять? Думаемся. Он говорит о том, что все есть вода. Он вот этот отсыл бесконечный, да? Он как бы останавливает и говорит, что вот, есть нечто. Вода. Да? Последнее начало. Причем это начало, которое находится в самом же мире. Он вот этот отсыл останавливает на некого. И говорит, что все есть вода, все. Не так, что вода рождает одно, другое, третье, а все. Вода есть все. Если ты знаешь, что такое вода, ты знаешь уже все. Он сводит к некому началу и останавливает это бесконечное движение родового. И вот эта вот остановка движения и означала переход к некому новому способу понимания. А пониманию, исходящего вот из этой статики, да? Когда говорят о том, что есть сущность всего. Вот он указывает, что сущностью всего является вода. Что все остальное есть просто и наковение этой воды. Некоторым тем или иным способом оно должно быть понято, как вода. Допустим, твердая понимается, как затвердевшая вода, там, воздух понимается, как... Объяснение мира из самого его. Да, объяснение мира из самого его. Именно так. В этом важно именно вот это начало. Что только в некоем смысле мир, конечно, является динамическим, но в некотором смысле он взят как статика. Теперь, откуда взялась возможность такой статики? Я утверждаю, что возможность такая взялась именно с того момента, когда люди не просто как бы... Даже, может быть, в терминах они этого еще не поняли. Но они различили идеи и вещи. То есть они на деле это различили. Статика только тогда возникла, когда появилось некое основание, ей возникло. А именно, вот этот мир идеальный, да, мир мыслей. Он возник, и можно было уже, опираясь на мир мыслей, пытаться обосновать природу. Да, мы когда говорим что-то о природе, мы ведь не пытаемся, на самом деле, самую эту природу проскочить в виде многообразия форм. А мы переходим в некий идеальную поле, поле мысли или смысла. И исходя из этого поля, объясняем на самом деле, что представляет собой мир. Мы строим некие конструкты и объясняем, что когда мы говорим, что все, есть вода, мы в некотором смысле воду-то берем как мысль. И вот она как мысль, она действительно является вечной, она представляет собой нечто статической. Оно является неким новым способом объяснения мира. И вот этот новый способ и породил философию. После того, как перестали обращаться к родовому пониманию, после того, как все-таки научились мир объяснять из самого него, когда попытались понять, что такое сущность мира, собственно, философия и возникла. До этого был мир, был генезис, теогония, происхождение богов, происхождение космоса, космогенеза и все прочее. До этого просто рассказывали некий миф. И тут вдруг выступил миф, это мифос, это по-гречески некое слово, да, некое слово о происхождении рассказывает. И тут нечто выступило другое, а именно логос. А логос есть некий смысл мира, да, вот выступил этот смысл. Логос тоже слово, но это слово осмысленное. Это слово, опирающееся на это разделение между идеями и вещами. Потом это разделение было отрефлектировано Платон. Платон был первый, который явно указал, что вот есть некое существенное базовое различие, на которое опирается любая философия, и различие, с которым философия, любая философия должна справиться. А именно различие вещей и идей. Ну, мира вещей, мира идей, это не важно, как уже об этом говорить. Мира мыслей, мира чувства, там, или там, мира сознания, мира бытия, мышления, бытия. Вот это различие, оно выступило, да, оно впервые выступило, и оно со всей основательностью стало, собственно, и породило науку, и породило философию. Что я, прежде всего, имею в виду, да, когда настаиваю на том, что философия именно возникла благодаря вот такой постановке вопроса. Я имею в виду, что философия в самом своем существе, она именно опирается на вот этот вот способ объяснения. Она сама является видом, есть внутри самой философии, есть нечто такое существенное, да, почему именно философия именно так к миру относится, почему она понимает мир, не исходя из неких родословных, не исходя из генезиса, а исходя из никого другого основания. Опять же, мы возвращаемся к тому, что такое объяснить. Объяснить, значит, свести к чему-то понятному. Что стало понятным, когда возникла философия? А стало понятным вот это различие между идей и, как бы, и вещами. Когда различие это стало как-то понятным, и понятным не просто на уровне теоретическом, да, а когда это просто вошло в плоти крови, когда мы стали понимать, что вот есть некое внутреннее, да, которое можно назвать мыслью, там, сознанием, там, идеей. И есть нечто внешнее, да, вот эти вещи, там, что-то там, текучая, там, материя, да, вот, противостоящие этим мыслям, идеям, я, чувственное, да. Вот когда вот это различие возникло, возникло, и оно возникло не просто, ну, как случайно, да, вот оно стало понятным. Оно стало тем, чему мы теперь всегда прибегаем, когда что-то объясняем. Это различие в итоге выкраситализовалось потом в различии между субъектами и объектами. Вот есть некое существенное различие базовое для любой философии, да, субъект объектное различие. Вот есть субъект, есть объект, они всегда противостоят и всегда берутся вместе. Нельзя взять просто субъекты и рассуждать, что вот есть некий субъект, не говоря об объекте. И наоборот, объект не существует сам по себе, он существует только соотносительно. Соотносительно к некому субъекту. Субъект, объектная структура, вот она всегда дана сразу вместе. Мы не можем отвлечься от одного из компонентов. Вот это вот субъекта объектной структуры и есть, собственно, то, что называется философским рассмотрением. Она разбивается на мышление и бытие, она разбивается на сознание и мир, на многие другие различия разбиваются. С ней даже борются, допустим, как Гегель пытается. Он говорит, что философия должна покончить с раздвоенностью, она должна представлять собой некое единство. Тем не менее, Гегель как бы уходит со сцены, другие приходят и опять все разбивается на два. Всегда будет разбиваться на два, потому что в этом состоит сущность философии. Зачем нужно это двоиться? Теперь я перехожу к самому главному. А дело в том, что только благодаря тому, что есть эта сфера мысли, есть эта сфера идей, мы можем на самом деле отказаться от генезиса. Мы можем пытаться рассматривать вопрос изнутри, из сущности. Ведь что такое генезис? Что такое этот поток, который нас захватывает родовой? Мы в него входим, и мы захвачены этим потоком. Нас он несет. Мы уже ничего не можем сделать. Нам уже никак к нему не отнестись. А суть философии стоит в том, что к чему-то отнестись. А как мы можем к этому отнестись? Вот если бы было у нас место, куда бы мы могли вступить и сказать, что мы со стороны это делаем. И вот это вот место со стороны, вот этот вот способ, каким мы относимся к чему-нибудь, это вот есть субъект обетной структуры. Вот этот вот способ выступить назад, отступить в этот идеальный мир мысли. Вот отступить и увидеть это все как бы со стороны. И строить свое построение как бы всегда со стороны. Вот это вот стояние как бы со стороны, это и есть философия. И вот это вот стояние со стороны, оно позволяет нам отнестись к чему-то, не со стороны как бы иного, а со стороны сущности. То есть, настаивая на понимании из него же самого, на неком имманентном понимании, не на понимании от другого, да, от иного, а на неком внутреннем понимании, на имманентном, как я говорю, понимании. И мне кажется, и вот теперь как бы я перекажу к выводам, что есть ли философия, все-таки, в итоге, переходит опять к генезису и пытается понять, обсуждая идеи, откуда они возникли, каково в генезис идей, произошли ли они из опыта, вот там, древний человек, там, чего-то там, использовал орудие, там, и благодаря этим орудиям, там, приобрел какой-то способ, это сначала знаковый способ отношения к миру, потом еще чего-нибудь, и как-то там строят какие-то бесконечные теории о том, как все это произошло, и благодаря каким путям это все произошло, то все это, опять же, означает не что иное, как предательство философии. Потому что философия давно уже покинула этот метод, да, покинула, оно завоевало в себе способ рассмотрения действительности, исходя из нее самой. Способ рассмотрения феномена, опираясь на сам феномен, без отсылки к каким-то гипотетическим каким-то генезисам, да, которые еще надо доказать. И которые, в принципе, доказать невозможно. Мы не можем обратиться в прошлое, там все это изучить. Мы только можем гипотетически из сегодняшнего состояния выстраивать некие цепочки, да, и их проецировать и в прошлое, и угадывать, как это там все было. Вот если здесь, допустим, человек себя ведет тем способом, что он иногда оперирует какими-то вещами, значит, это когда-то началось. Какой-то древний человек взял палку и начал ей как-то оперировать. А благодаря ней он, конечно же, научился использовать палку не только операционально, но еще и как и знак. И проще, и проще, и проще. Если мы все-таки, еще раз говорю, возвращаемся к этому генезису, то мы предаем философию. Мы предаем вот то завоевание, которое состояло в том, что отказались от генезиса. Философия — это никогда не генезис. Если вопрос ставится о генезисе иди, если вопрос ставится, что первично, опять же, казалось бы, это сознание первично или мир, бытие или мышление? Этот вопрос просто, в принципе, некорректный, то опять же отбрасывает нас назад, да. Опять же вопрос о генезисе. Давайте сейчас забудем думать, кто кого родил. Да, мышление родило бытие или бытие родило мышление. Что там было первично? Это же вообще, это просто вот это вот некое дикое древнее мышление, оно постоянно в нас всплывает, а всякий раз, когда мы отказываемся от уже вот нашей вершины, мы стоим на некой вершине, на неком философском, философски завоеванном поле, да, вот как бы на понимании того, что вот у нас есть всегда соотношение субъекта-объекта, всегда есть соотношение мысли и бытия, да, всегда так будет, всегда так есть. В этом состоит суть науки, в этом состоит суть философии, и нет, нам этого, мы этого почему-то боимся, мы хотим отступить назад, да, и опять начать говорить об Генезисе. И вот я считаю, как бы, вот, и на сайте я об этом писал, что вот это отступление, есть национальный предатель с самой философией. Вот такой, так вот. Хорошо, нормально. Что можно сказать? Прав я или не прав? Прав, так, прав. Просто если я прав... Держи, вот эта философия возникает тот момент, когда мы начинаем объяснять с точки зрения иного. Пока мы были в роду и объясняли это с помощью рода, философии не было. Не было. Философия возникает тот момент, когда мы ушли в иное, начали объяснять феномены с точки зрения не самих феноменов, а иного. А, и ты хочешь сказать, что мы сами заняли место этого иного, да, о котором я говорил, да? И с помощью, с позиции этого иного, все для нас стало имманентным. Ну, может быть, да, тут тоже есть некий красивый поворот мыслей. Еще я просто хотел обратить внимание, что есть такая тема, да, это долгоиграющая, да, о врожденных идеях. Платон там размышлял о том, как там на небесах душа, там, когда душа оказывается на небесах, как она созерцает идеи, а потом возвращаясь в наш мир, так сказать, в юдоль земную, там, потом их припоминает. А потом Декарт рассуждал о врожденных идеях, потом Лок, там, и Юн, там, категорически были с этими согласны, что идеи только абстрагируются из опыта. Потом против этого выступил Канн, который сказал, что все-таки мысли, так сказать, и формы все это априорно. Вот эта вот вся игра, она на самом деле не является собственной философской, это не философское поле. Так, это просто в том смысле, что вот некая есть философская игра, да, вот, сказать, потешить себя, да, поговорить о генезисе. Вообще всякий раз, когда возникает разговор о генезисе, это все что угодно, но только не философия. Оставим это, там, эволюционным, там, теориям, там, биологии, там, эволюционным теориям, там, космологии, там, каким-то другим, там, наукам, да. Но философия это ни о каком отношении не имеет. Потому что философия, я еще раз сказал, она вот завоевалась, место, где, это, бытие и мышление, там, сознание и мира, они всегда вместе, всегда соотносительные. Как субъект объектной структуры. И где разговор о генезисе, ну, просто не умести. Так обсуждать-то мы будем, товарищи? Ну, все, мы обсуждим. В чем, в чем, в чем вопрос там? Вопрос состоит в том, что, я же еще раз сказал, что, вот, например, философия Канта, она основана на том, что Кант пытается возразить Юму, Юму говорит, что все из опыта, да, в том числе и идеи. А Кант говорит, да нет, как-то, вот, идеи-то, они априорные. Так вот, я говорю, что сама постановка вопроса, она не философская, это некорректная постановка вопроса. Недаром Гегель, как бы, ее просто там, игнорирует и все. Потому что это просто не философский разговор. Он называет эту манеру изложения эмпирической. То есть, в чем состоит эмпирическое? Ну, как это можно рассуждать о том, что идеи, что-то там происходит? Являются ли они априорными или не являются априорными? Это не существенный разговор. Это разговор генезиса. Ну, допустим, идея априорная, что это меняется? Это ничего не меняет. Существенно другой разговор, существенно познаем или не познаем. Соответствует ли наше знание реальности или несоответствие? Ну, вот Кант дополтался до того, что вроде как несоответствие. Что настоящая реальность, как бы, она сама по себе, она вообще недоступна. Может быть, вопрос генезиса, генезиса и ядеросмысля, он базовый в том смысле, что если это есть возникновение процесса, то вопрос о реальности и соответствии идей и реальности в этом контексте и решается. То есть, если идеи наши возникают в результате эволюции, развития, они являются врожденными, то естественным образом ты положишь, что они являются отражением реальности, если они являются ее порождением. Так, суть-то вопрос состоит в том, что для того, чтобы отступить шаг на шаг назад и попытаться подойти к этому вопросу генетически, нужно будет, я говорю, покинуть пределы философии. Потому что мы, ну это означает отвлечься от того, что это, что есть от субъекта объекты, они соотнесены всегда. Ну даже вот сейчас вот взять просто физику, да, там, даже физики всегда вот есть, это позиция субъекта, да, позиция прибора, там, или позиция системы отсчета всегда есть. И мы не можем от этого отвлечься. То есть ты предлагаешь отвлечься от субъекта и разговаривать о том, как там было, там, какие-то бактерии там как-то развивались и развились до такого состояния, как человек. И этим самым ты им якобы что-то объяснил. Ну да. Что ты объяснил-то? Как, вот, например, мы говорим о сознании. Если я буду говорить о сознании о том, что вот сознание произошло из нематериальных природов, может быть это так. Ну, что это дает для философии? Что в этом объяснении философства? В этом философства просто ничего нет. Философия, я говорю, еще раз говорю, начинается с того, когда сразу дано различие идей и вещей. И это различие, оно не обсуждается генетически, как оно произошло, это просто несущественно. Ну, произошло оно как-то, наверняка произошло. Было, когда-то не было, потом стало. Но это несущественно просто. Как только это различие произошло, оно установилось, все, началась философия. И обсуждение, как оно установилось, это просто разговор не философский. Почему? Потому что философия из этого исходит, это основание. Она всегда стоит на субъектах объектной различия. Она всегда стоит как бы на стороне, как бы со стороны. Она изучает реальность как бы со стороны. Если мы как бы эту стороннюю позицию, рефлектирующую, можно сказать, позицию, упускаем, если мы ее как бы покидаем, а начинаем говорить о генезисе, то есть впадаем вот в эту текущую, кто от кого произошел. Мы сразу все, перестаем заниматься философией. Занимаемся любой другой наукой. Биологией, космологией. Особенно космологи меня прикалывает. Две секунды после взрыва. То есть сидели рядом и смотрели. Прошло две секунды, засек, засек. Что случилось? Ага, там. Возникли такие-то частицы, возникло там пространство. Там сигуляра взорвалась. Они, наверное, рядом сидели, когда сигуляра взорвалась. Ничего не было, был диванчик. Но они что-то могут рассчитывать в своих формах? Правильно. Они могут рассчитывать. Исходя из того, что сейчас есть, можно пытаться углубляться. Из общей теории относительности можно пытаться углубляться. Я согласен. Я же не говорю, что это является глупым. Я говорю о том, что это не философский разговор. Это называется глупым, конечно, но... Не философским является. Я только об этом говорю. То есть и так же о Боге говорят. Вот Бог создал мир из ничего. И как это можно вообразить? Ну вот сидел Бог, рядом на диванчике сидели философы. И говорят, Бог, ну давай что там, начинай бы из ничего-то создавать. Да, помыслим надо. Да, как бы раз, он как бы из ничего начал что-то создавать. И, конечно же, все так зафиксировали. Ну да, Бог из ничего. Но это же само собой разумеется. Ничего не было. Главное, не возникает вопрос. Как это вообще можно зафиксировать? Кто свидетельствовал эту ситуацию? Как это все происходило так? И даже дело не в технике, а дело в том, что это просто немыслимо. Просто это разговор не философский, религиозный, какой угодно. Но не философский. Потому что всякий раз мы будем спрашивать, кто свидетельствует об этом? Кто фиксирует этот результат? Как это случилось? Как это можно было... С какой позиции это рассматривается? Всегда будет некая позиция, всегда будет этот познающий. Всегда будет некий субъект, который изучает объект. Всегда будет обсуждение того, что представляет собой объект для субъекта. Для одного субъекта, который находится внутри этого объекта. Для другого субъекта, который состоит со стороны, его рефлектирует. И всегда будут отдельные позиции. Субъекты будут передвигаться. Будут изменяться, может быть, объекты, в зависимости от того, как субъект передвигается. Находятся ли он в рефлектирующей позиции. Или внутри этого самого процесса. Но в любом случае не будет такого, что у субъекта не будет. Не будет так, что Бог создает мир из ничего там, и как бы там субъекта никакого нет. Никто это не свидетельствует. Но тем не менее это истина Вот о чем идет разговор Он не философский, но в этом только смысле Точно так же, как и 2 секунды после взрыва Никого еще не было Никто не мог свидетельствовать, как это было Физика может как угодно устремляться Даже в до сингулярности Обсуждать вопрос А что было до сингулярности? Ну до сингулярности сидели физики и думали Что бы такое придумать, чтобы потом мир взорвался А что было до сингулярности? У физиков, у всего мира Есть хорошая традиция Каждые 8 миллиардов лет назад Собираться вместе И взорвать мир, да? И запускать большой андрон Николаев А, да, именно так, да Вот это как бы введение того, что такое философия Потому что Иначе иногда просто складываются впечатления Причем это же, это ошибку совершает не только там Начинающий философ А эту ошибку совершает сейчас-то и умудренный философ Каждый раз просто возникает одна и та же ситуация Да, вот мы начинаем каждый раз С того, что относится к этому Начинаем обсуждать генезис И сразу покидаем пределы философии Сразу оказывается непонятным Ну почему-то из этого родилась психология, я так понимаю Хорошо, психология, но опять же не философия Ну да Философия пытается быть строгой наукой Его строго состоит не в форму Его строго состоит в форму Его строго состоит в том, что он всякий раз отдает отчет, что происходит Кто свидетельствует, кто участвует в опыте Как происходит сам процесс То есть, фактически ты оставил философию только феноменологию? Нет, почему только феноменологию? Ну, наверное, я устранил Ну, правда, она могла происходить Она уже могла происходить в содержательном смысле Нет, в смысле он имеет то, что я теологию устранил Философия до некоторого момента рассмотрелась как часть теологии Да, наверное, я остался на позиции феноменологии Наверное, это так, да Потому что в каком-то смысле многие философы Типа Канта, Декарта в отдельных моментах Они стали чем-то как бы уже Ну, какие-то вопросы они подходили не философски Для Декарта это простительно Потому что Декарта там чем только не занимался Декарта координаты придумал В принципе, Канта ведь тоже занимался космологией Там тоже у него какие-то есть, там работает освященный Вот Кегель был настоящим философом до мозга кости У него вы никогда не найдете там, что как было так Он совершенно не состоятельный, он был в Абасинонке Да, но он был в Абасинонке, что самое любопытное Совершенно был нулевой, да, это точно Но он был до мозга кости вот это рефлектирующее сознание Он прекрасно понимал, что всегда есть эта вот позиция С какой позиции мы говорим И поэтому у него дух развивается, да И отдает отчет себе кто Именно дух, просто он воплощается, допустим, в человеке И через человека отдает себе отчет То есть у него вот эта вот структура, да Вот эта вот структура рефлектирующая, да Вот структура субъект-объектная Она просто во всем То есть Гегель считаешь и ты понимаешь, что это царство и философия Как она есть? Ну, Гегель фактически написал свою собственную историю жизни Ну, это не философия Ну, историю жизни духа написал Ну да, ну, свою Как бы, расширив ее, расширив ее до масштаба человечества Смотри, знаешь, что предлагаю? Чтобы как-то наши семинары интенсифицировать Делать четыре раза в неделю Не уста пять Нет Утром и вечером Вот смотри, вот есть техника письма Вот можно писать на сайте Чем она плоха? Она плоха тем, что когда мы пишем Мы находимся в разных пространствах Один там где-то непонятно витает в углоках А другой находится здесь, там пишет Потом наоборот меняется местами Как бы вроде нет никакого-то единения И разрывы, да? То есть, как бы, какие-то день разрыв, два дня разрыв и так далее Из-за этого возникает какое-то отсутствие контекста Бывает там просто неуместность какая-то возникает То есть, как один думал об одном Другой там повитал в облаках Вернулся, думал это тоже о своем, да? Но, что позволяет это письменное общение? Письменное общение позволяет обдумать свою позицию Это большой плюс, да Как бы, потому что когда мы говорим Есть некая случайность, да? Подбор слов, там, да? Ты, допустим, раз один план придумал А все протекает по-другому плану И неожиданно для меня Самое любопытное, что и для меня неожиданно, да? Но! В чем плюс, как бы, речи? Плюс речи стоит то, что мы здесь одновременно Да? Что, как бы, мы участвуем всей душой, как бы В том, что говорится Это как-то, это можно сказать Со-участвует, да? Это раз Во-вторых, как бы, вот это нельзя скидывать Согласиться с Игеном, что нельзя скидывать со счетов Такой эффект, который возникает с простонукой Хеллингера Что мы как-то на каком-то другом уровне На друг друга влияем То есть я вот, пусть им ставлю как-то В простонукку вопрос Она каким-то образом задевает тебя Как-то это оседает в тебе Может быть, ты никогда не зайдешь на форум И ничего там, то, что я написал, не почитаешь Но то, что я доложил, да? Вот так бы, то, что я рассказал Она как-то где-то у тебя там Как-то что-то зацепилась Она как-то у тебя села Да, вот здесь некий единое поле Единый контекст, он как бы постепенно Постоянно ткется и созидается Так вот, что я предлагаю Я предлагаю все-таки вот На этих устных беседах Да, как-то интенсифицироваться Давайте, пускай у нас будут доклады Может быть, не такие большие Пусть маленькие Пусть идеи наши будут, как бы, может быть Только растущие Там какие-то наметки Там даже не сразу какие-то там Масштабные доклады Там посвященные какие-то грандиозные проблемам А просто вот возникла идея Вот, например, с этим генезисом Там и сущностью, да, возникла Какое-то там Особенно, например, вопрос связанный С основными вопросами Возникло некое понимание, да Можно оставить это понимание при себя Можно его просто рассказать Для того, чтобы, может быть, оно как-то Сколокнет что-то другого, да Другое что-то раз У него как-то там что-то Может быть, там Станут как-то правильно там Слова там Либо там мысль Это смысл И что-то у него родится Он-то там своего рода тоже Эта продуктивность как-то сообщит Ну, допустим, так вот У нас с Игрима получается Допустим, он ищет Что Володя там нечасто появляется То есть я, допустим, что-то такое скажу Потом раз у Игер как-то там Станет по-своему Там Игер другой скажет Я потом удивляюсь там Тоже этому Потому что у него так У него так все встанет Что потом у меня уже как-то все скривится И наоборот То есть вот такое взаимовлияние Мне кажется, оно просто продуктивно И эффективно Пусть это даже выглядит иногда глупо В том смысле, что может быть идея Вот, например, ты докладывался про вещи в себе Я понимаю, что И трансценное там И про бесконечность Я понимаю, что ну не получилось Не всегда же должно получаться Но сам факт состоит то, что это тебя затронуло Ты увидел, что это вот как бы вот тут Что-то тебе не устраивает Ты как бы его раздоложил как бы А после того, как ты это рассказал Я подумал, что на самом деле Вот моя постановка вопроса Связана с картом про регресс бесконечность Оно как-то подвисает Извини меня Если действительно регресс бесконечность Философия, это возражение Не возражение в математике Вообще-то так-то если посмотреть Как-то надо еще там созмерить Одно с другим Действительно Вот, например, опять же, регресс бесконечность В опоре экзенома Но возражение в философии В математике не возражение Математика решила проблему И никаких проблем Может быть вот Знаешь, вот тут есть какая-то такая перекличка Она каждый раз ведь возникает Уже не первый же раз И потом Еще второй момент Вот Я замечаю такой эффект Что Что ты говоришь Или что-то слушаешь Не сразу возникает понимание Понимание Я имею в виду не в том смысле Ты понятно Понимаешь слова Как бы до тебя доходит смысл Который Не сразу возникает как-то включение В то, о чем идет речь Вот Это был С Игорем Вот, например Я наблюдал Когда был из христианства И ты что-то слушал Про христианства Слушал Что-то про христианства Слушал Потом раз У него что-то там такое Включилось Такое Своё И он что-то такое Возвал Что просто Немыслимо Но с другой стороны Она очень правдоподобна Она просто Много что объясняет Просто так Что по-другому Уже не объяснить Это не только с христианством Это было еще С многими вещами Я просто могу Припомнить Игорь рассказывал Про форму У меня там было Включение Каждый раз возникает Это не сразу Это некий эффект Накапливания Присутствует Как я понимаю Вот есть некий Переход То, что называется Количество в качество Что-то Семинар прошел Что-то накопилось Семинар прошел Что-то накопилось Ну и третий момент И третий момент Я считаю Что это умение говорить Умение научиться Выражать свою мысль Устно Потому что если мы еще Говорим о том Что в философии есть некий ум Это устная деятельность Которая подразумевает Именно вот Прежде всего разговор Если основные философы Которые произвели В этом мире Существенные изменения Такие как Сократ Амоний Сократ То есть Основатель можно сказать Платонизм И основатель неоплатонизма Они не писали вообще ничего И принципиально не писали И я думаю Еще кого-то можно Наверное вспомнить Из этой неписьменной культуры А именно из речевого Может быть Основой философии В принципе является речь Мы значит должны На это педалировать Значит мы должны На этой речи заостряться Сами учиться говорить И учиться слушать Учиться понимать Учиться возражать То есть вообще Вести речевую Речевую деятельность Я к чему говорю Опять же Это тоже очень важный момент Опять же В моем исследовании сознания Я говорил о том Если кто-то там помнит Я думаю Что контекст уже создан И он должен как-то висеть Там суть состоит в том Что на каждой Наши акты Допустим Речевые акты Мышления Акты чтения Акты восприятия На каждой акте Можно предположить Существует свое Свой субъект Свой сознание Не сознание Неправильно Свой субъект Что такое субъект Это причина актов На каждой Из выделенных Актов Деятельности Разных Возможно Существует своя причина Отличная от других Так вот Возможно Если философия Есть речевая деятельность То возможно Именно Вот эта вот Причина Речевых актов Она каким-то образом Имеет влияние На На Умение Размышлять И умение мыслить На умение На философское умение Подходить к реальности С философской стороны То есть возможно Вот как вот эта вот Причина Вот этот центр Речи Он как-то с этим связан Если мы будем Развивать Функцию речи То возможно Мы будем Так же И много что Другое развивать Может быть Вот есть же Исследование Зереда Который считает Что вот Раньше был Фоноцентризм Когда философия Опиралась именно На речь А что Ей нужно Противопоставить В виде баланса Опору на письмо Что философия Должна стать письмо Так вот Это конечно Хорошо и красиво С философской точки зрения Но если брать Реальность Возможно Вот именно Речевая деятельность С является философской Возможно Именно речевую деятельность Надо развивать Чтобы развиваться Философски Чтобы совершенствоваться Философски И совершенствоваться Не только даже В речи Но и в письме Потому что письмо В каком-то отношении Это производная речь То есть Да так даже Строится язык Как строится Например Любой ауфаит Он сначала Всегда возникает Планетическая Речь Сначала всегда Возникает Язык В виде речи В виде фонета А потом Возникает Уже алфавит И его запись Запись всегда Вторичная Запись это Всегда некая Фиксация А вот сначала Возникает само явление Феномен А это речь Оно первичнее всегда Феномен Речи всегда первичнее Если он первичнее Возможно Корень И исток философии Именно в нем Поэтому Я просто Предлагаю Что сейчас Инденсифицировать Этот процесс И лучше делать Много маленьких Докладок И обсуждений Чем делать Одно Какое-нибудь Эпохальное Обсуждение А потом Обо всем Забывать Вот такое Предложение То есть Допустим Каждый из нас У него есть Какая-то идея Которая Вдруг В него возник Он просто делает Маленький доклад Хотя бы на 15 минут Мы ее обсуждаем Другое делает На 15 минут То есть Своего рода Такой обмен мнений Вот я например Подумал Что ли сегодня Может было бы Доложить И подумал Что этот вопрос Об истоках философии Что такое философия Было бы любопытно Доложить И проверить Проверить В речевом акте Насколько То что я хочу сказать Соответствует Самой реальности Попытаться Высказать И себя самого Услышать Это я когда Сам сейчас докладывался Сам это слушал Я понимал На самом деле Что много Из того Что я говорил Я сам просто Слышал впервые Потому что Не менее Это тоже Во многих местах Было неким Открытием Откровением Хотя вроде Мысль была Продумана Зараме Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok